Всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимца котика Тома. Том, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка отведем его первым делом в ванную комнату. Вот так, отлично. И так, пусть котик пока делает свои дела. И вот такую вот замечательную желейную шелстку одели мы в прошлой части. Благодаря вашим отзывам, комментариям, вы писали, мы сделали. Кроме того, друзья, я еще попробовал разных два костюма. Попробовал костюм комбоя и вот такой вот забавный костюм супергероя. Благодарю ваших отзывов. Нашим подписчикам больше понравился костюм супергероя. Спасибо, что вы написали. То есть, мне стало очень приятно это знать. Ну что же, друзья, давайте-ка покормим нашего котика. И сегодня мы тоже будем, друзья, выбирать героя и костюмчик, и шелстку по ваших отзывах и комментариях. Ну а сейчас давайте-ка покормим нашего любимца. И дадим ему вот этот замечательный сэндвич. Здорово. Еще какую-то вкусняшку. А вот, конечно же, рыбные суши. Что может быть вкуснее для котика? Ну, держи, держи, Томушка. Да, да, здорово. И ничего себе, сразу 100% наш Том накормит. Как замечательно, друзья. И осталось только перейти с вами в гостиную. Немножко погладить нашего Томушку. Поднять ему настроение. И сейчас на том кот должен перейти на 121 уровень. И так, вот секунды на секунды. Да, да, да. Получилось, друзья. И мы переходим на 121 уровень. Вот так. Очень приятно. Молодец, Томушка. Отлично. И у нас награда 600 монеток. Очень приятно. Здорово, друзья. Ну что же, давайте-ка сейчас с вами перейдем в гардероб. Снимем вот эту замечательную маску. Ага, нет, не там я ее взял. Вот красная маска Зора. Но это у нас красная маска супергероя. Уберем вот эти прикольные зеленые глазки пришельца. На обычные. Томовые глазки поменяем. Снимем костюм супергероя. И останется наш том в железной шерстке. Очень здорово. Вот такой вот симпатичный, симпатяшка. И так, друзья, сейчас расскажу, какая же у нас ситуация. Вот. И есть у нас 31 шерстка. Вот смотрите, друзья. Выбирайте, какая шерстка вам нравится. Пишите в комментариях. И согласно вашим комментариям, в следующих я видео буду снимать, конечно же, видео. А сейчас, друзья, у нас необычная ситуация. Есть 4 шерстки, которые набрали поровну голосов. По 5 голосов. Вот сейчас я дойду до конца. А вы рассматривайте и говорите. И так, ровно набрало 5 голосов у нас тигровая шерстка. Франкентом шерстка. Племенная шерсть набрала 5 голосов. И шерсть Мэн Кунека. Итак, друзья, трудно определить, какая из 4 лучше. Поэтому сегодня я сделаю на свой выбор. Сегодня я поставлю племенную шерстку. А дальше, конечно же, вы в ваших руках. То есть, кто проголосует за какую шерстку. Все голоса я веду статистику. Учитываю. Ага, вот, кстати, один из подписчиков меня поправлял. Не шерсть Мэн Кунека, а Манекинека. Манекинека. Ну, как-то вот так. Так, ну что же, друзья, давайте-ка я поставлю вот эту забавную племенную шерсть. Вот так здорово она выглядит. Ну, а сейчас давайте-ка, друзья, попробуем поменять глазки. Подобрать к этой племенной шерсти. Так, вот, голубые глаза. Неплохо. А красные глаза здорово ведут. Оранжевые. Карие. Желтые. Серебристые. Золотые. Глаза зомби. Глаза Мэн Кунека. Опять, видите, друзья, привычка. Манекинека. 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 Ну, как-то вот так. Так, зеленая глазка пришельца. То есть, трудно, друзья, определить, какие из глаз лучше, какие хуже. Ну, давайте-ка, друзья, мы сегодня остановимся на вот этих оранжевых глазах. По-моему, они очень здорово подходят к племенной шерсти. Ну, в принципе, либо красные, либо оранжевые. Вот. Ну, в принципе, красные тоже довольно-таки здорово. То есть, трудно определить, какие лучше. Ну, оранжевые, мне кажется, все же лучше подходят. Ну, и давайте-ка, друзья, попробуем подобрать костюмчик. Давайте-ка подберем костюмчик нашему Тому из племенной шерсти. Вот такой вот забавный костюмчик. Отлично, отлично. Вот такие симпатяшки. То есть, пишите, друзья, в комментариях, если вы выбрали еще и шерстку, пишите, какой лучше костюмчик, по крайней мере, подойдет, подошел бы к вот этой племенной шерсти. Смотрите, как здорово. Ну, этот костюм ковбоя здорово, но он, это племенная шерсти больше пекиндейцам, а не ковбоям подошла. Поэтому не годится костюм ковбоя. Вот разве вот такому вот летчику, какому-то асу запугивать врагов, либо военному. Ага, вот, здорово. Смотрите, друзья, как смотрится вот эта полицейская форма. В прошлом видео мы пытались подписаться, что-то не получилось. Но сегодня мы попробуем, друзья, подключить вот эту форму. Не знаю, почему в прошлых сериях не получалось. Но подключу интернет, друзья, и попробую сегодня надеть вот эту форму. Так, ну, с костюмчиком, честно говоря, друзья, не определился. Пишите в комментариях, какой лучше костюмчик. И в следующем видео я его надену. Давайте-ка, друзья, я попробую вот сегодня костюм вот этого плохого парня. Мне кажется, довольно-таки здорово к нему подходит. Лучшего костюмчика я не вижу, либо вообще без костюмчика. Так, шапочки. Давайте-ка посмотрим шапочки, какие есть. Возможно, какой-то вот такой как бы красный ирокез. Возможно, бы неплохой был бы вариант. Ну, других, честно говоря, вариантов сейчас я посмотрю. А возможно, и вот такую шапочку. Смотрите, как забавно. Вот всякие вот такие вот отличные симпатичные шапочки, либо шлемы. Вот. Грива. Так. Возможно, даже вот такую эмустрижку. Тоже неплохой вариант. Довольно-таки симпатично, здорово смотрится наш том. А посмотрите-ка, вот военный. Военный, как бы такая военная маскировка. Очень здорово, кстати, идет. Вот. Неплохо-неплохо. Так. Ниндзя. Возможно, был бы неплохой вариант. Так. Дракон. Интересно. Летчик. Очень... Вот этот шлем летчика, кстати, очень здорово подходит. Вот этой шерсти. Вот. И, кстати, друзья, вот два посещения. Сегодня у нас будет посещение. Останется еще одно посещение. И мы выиграем вот эту замечательную фуражку пилота. Через два видео. Ну что же, друзья, давайте-ка мы на этом пока остановимся. Так. Давайте-ка пока посмотрим без костюма плохого памятня. А потом уже наденем костюм плохого памятня. Пока не буду больше ничего надевать. Давайте-ка, друзья, еще все переделаем в новом стиле. Вот. Вернусь я вот сюда в гостиную. Давайте-ка я все поменяю, как было у нас. После обновления поставлю вот этот прикольный кактус. Уж очень мне он здорово понравился. И выберу кресло-качалочку. Где оно у нас? Вот. Да, 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 да. Вот. Итак, после обновления все вот так у нас чудесно появилось. Давайте-ка, друзья, вот это все я так здорово и оставлю. Вот такой вот получился прикольный у нас замечательный том племенной шерсти. Очень здорово выглядит. Ну что же. Замечательно, друзья. А давайте-ка еще вот в кухне тоже внесем какие-то изменения. Сделаем кухню под племенную шерсть. Вот только какую. Ну давайте-ка посмотрим. Попробуем подобрать жуткую. Не хочется. Современная тоже не годится. Так. Ну давайте-ка какой-то домашний. Тогда холодильник вот такой вот поставим в светлых тонах. Возможно. Так. Давайте-ка что-то попробуем подобрать. Какой-то домашний. Вот. Тоже давайте-ка вот сделаем все в домашних тонах. Как-то, кстати, есть у нас домашнее окно, окошко. Давайте-ка поищем. Так. Современное есть окно. Жуткое мы супер милые тоже я не хочу. Фиолетовое вот домашнее окно есть. А желтенького. А вот домашнее окно. Смотрите, какая неплохая. Вот такая вот подсветочка. Ну и сейчас, возможно, какие-то домашние обои подберем, друзья. Давайте-ка посмотрим. Домашние обои в полоску. Мне нравится. Либо бамбуковые вот такие, смотрите, неплохие. Либо, возможно, какие-то желтенькие, либо светленькие. Так, солнечные обои. А давайте-ка, друзья, выберем вот эти солнечные обои. Вы смотрите, какой милашка получился у нас наш Том в этой племенной шерсти напротив вот этих солнечных обоев. Очень-очень мило, очень-очень симпатично. Здорово, здорово, друзья. Ну и еще давайте-ка мы вот в ванной комнате тоже все сделаем вот таком домашнем, милом стиле. Так, вот только, я не знаю, друзья, есть ли у нас, вот есть красный домашний туалет. Ага, вот есть таким желтым, желтым вот таким оттенком, крышкой. Ну, давайте-ка пока вот такой вот оставим. Ага, и вот, смотрите, есть красная домашняя дверь. И есть вот такая вот желтоватая-зеленоватая. Давайте-ка мы ее оставим. Так, кроме того, еще поставим вот какой-то домашний коврик. Так, красный домашний коврик. Домашний коврик, ну давайте пусть будет вот такой вот фиолетовый. Так, обои, обои, обои. Давайте-ка я сделаю здесь солнечные, чтобы тоже светло было. Вот так, смотрим, смотрим. Ну вот, солнечные обои есть. И осталось, друзья, только поменять нам плитку. Так, давайте какую-то милую плитку. Оранжевая домашняя плитка, вот. Хороший вариант. Ну и посмотрю, нет ли чего-то. И вот такая зеленоватая. Да, 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 да. Вот, смотрите, друзья, как мило, как симпатично получилось. Вот такая вот прикольная, симпатичная ванная комната. Здорово, здорово. Очень мило, очень классно получилось. И осталось, друзья, только внести изменение в спальню. Итак, давайте-ка мы сделаем какую-то домашнюю кровать. Так, вот, королевская, супер милая, галактическая, очень жуткая. Зеленая домашняя кровать. И еще есть простая домашняя кровать. Ну что же, друзья, давайте-ка я выберу обычную домашнюю кровать. И выберем какую-то постель. Вот, посмотрим. Так, зеленая домашняя постель и домашнее постельное белье. Вот, обычная. Здорово. И осталось только подобрать еще ночник какой-то нам. Так, скромная одна домашняя лампа и просто домашняя лампа. Вот, давайте-ка мы, друзья, на домашней лампе и остановимся. Вот так. Так, осталось еще подобрать обои. Так, давайте-ка мы подберем тоже солнечные обои. Ага, вот, друзья, и мы неожиданно выполнили сегодняшнее задание. А сегодняшнее задание, по-видимому, было сменить обои в спальне. Так, и еще осталось нам, друзья, какой-то выбрать домашние, домашние... Ага, вот, зеленые домашние фото. Еще есть уютные фиолетовые фото для спальни. Смотрите, как здорово. Вот, или милая картинка. Ну, давайте пусть вот это будет с изображением месяца. Смотрите, как забавно, как симпатично, друзья, это все у нас получилось. Очень здорово, очень мило. Вот такой вот симпатичный получился сегодня у нас Томушка. Очень здорово. Ну, давайте-ка мы еще его погладим. Хороший, хороший, хороший. Вот такой вот получился замечательный, симпатичный Томушка. Не знаю, друзья, какой из вариантов вам лучше понравится. Либо вот такой обычный Том, либо одеть его в костюм плохого парня, либо какой-то другой костюм. Но, мне кажется, очень здорово он идет и без всяких костюмов, вот этой племенной шерсти. Так, а ну-ка, ну-ка, давайте-ка, друзья, надену вот этот еще костюм плохого парня, либо костюм ковбоя. Ну, давайте-ка попробуем костюм плохого парня. Нет, что-то, друзья, совсем мне не нравится, как выглядит вот этот костюм плохого парня. Лучше уж без него, либо костюм ковбоя. Ну, честно говоря, костюм ковбоя тоже, мне кажется, не идет. Лучше оставить его в своей естественной шерсти. Так довольно-таки мило и симпатично выглядит наш Томушка. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка отправимся еще путешествием с нашим котиком. Итак, посмотрим, куда же мы сегодня попадем. Итак, друзья, вперед, полетели. Вертится, вертится земной шар, и мы с вами попадаем в Великобританию. Здорово, здорово, друзья. Давайте-ка посмотрим, какой же там Томушка. Ох, ничего себе. Смотрите, друзья, какой необычный Том оказался в Великобритании с желейной шерсткой. Давайте-ка я увеличу. В футболном стиле очень-очень здорово, очень-очень непривычно. Ничего себе, друзья. Итак, друзья, обратите внимание, у нас уже с вами 149 посещений. И в следующем видео мы сможем уже взять вот эту замечательную фуражку пилота. Вот. Еще одну страничку один раз полететь, открыть одну страничку, и мы получим вот эту замечательную фуражку пилота. Не дождусь, когда вот это, друзья, случится. Очень здорово. Ну, на этом, друзья, мы сегодня уже с вами будем прощаться. Наш Томушка устал. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Кроме того, друзья, не забудьте посмотреть, в конце видео будет ссылочка на плейлисты с другими приключениями нашего Томушки. И в верхнем правом углу есть изображение колокольчика. Нажмите, пожалуйста, на него, чтобы не пропустить ни одной серии с нашим любимцем, котом Тому. Итак, друзья, всем пока-пока, до новых встреч.